Доброго утра! Мое утро начинается сегодня в машине. Сейчас, видимо, я немножко прогревать. Сразу радио включилось. Потому что я еду за тетрадкой Гриши. Почему-то тетради по математике все у нас закончились. Поэтому вот так вот меня Гриша отправил. Сразу после душа. Блин, ну шапку пришлось натянуть. Хотя у нас холодно. Шапку все равно бы пришлось натянуть. Но, знаете, с такой сыроватой головой. Я как бы ее высушила, но она еще такая чистая-чистая. Все пушистая. Так, ну что, прогреваю машину и поедем за тетрадкой. Я тут все трясусь. Хлеб купила, тетради купила. Вроде бы все. Сейчас идем завтракать. Все, мы с Гришкой позавтракали. Теперь можно наводить порядок. Сначала поставлю мясо в духовку. Будем сегодня баранин кушать. Так, Гриша обедает. У нас сегодня пюрешка с баранинкой. И я пока пойду смотреть, что там папа делает с нашими поделками на Новый год. Нормально. Ну сколько это по размеру? Мне кажется, маловато. Мне кажется, не видно будет. Ну перчатка и это, это... Больше были. Так они круг. 27. Я бы чуть-чуть бы побольше. На 20. И по мне я бы чуть-чуть бы побольше. Ну рисуй тогда я... Так, в общем, папуля наш там пилит. Я пошла к Гришке все гладить. И сейчас мне позвонила преподаватель, которая дарила вчера... Ну вот она сегодня их подарила, эти пряники, которые... Ну 38 я делала. Боже, она говорит, у детей, мальчишек, были такие эмоции, они были счастливы. И даже некоторые растрогались у тех, у кого там был баллончик с граффити. Она говорит, я сначала не поняла, что это такое, но ребенок все это понял и был очень счастлив. И даже со слезами на глазах от счастья пришел и сказал спасибо. В общем, я так счастлива. Ай, блин, я аж сама, когда с ней разговаривала, аж прослезилась от того, что я люблю, когда людям приятно, и когда люди счастливы. В общем, пряники были в тему, я рада. Вот, сейчас пошла Григория собирать, и будем с женей начинать делать поделки. Заканчивать мы их, конечно, будем с детьми, но вот эти приготовления все выпилить, всю черновую работу сделать. А вечером уже закончим поделки, завтра нужно сдать их. Да, это поделки, кстати, на нашу станичную елку, вот, чтобы ее украсть. Григорий забыл взять телефон. Как так? Гриша, нет, разбудься по-нормальному, пожалуйста. Руки есть? Давай, давай, котик. И давай, поехали в школу. У Гриши сегодня какое-то представление, да, на первом уроке? Все, давай, обувайся, поехали. Я уже дома, сейчас покажу, что купила. Вот такой вот мимимишный, по-моему, очень красивый альбомчик для Николая Степановича. Вот, в общем, он как коробушка, да, и отсюда вытягивается альбом. По-моему, очень симпатичный. Вот, подарим, как поедем смотреть. Здесь, в строительном магазине купила золотую краску. Она даже дешевле стоит, чем серебряная. Золотую из баллончика. Что еще? Это двухсторонний скотч. Большой моток, 130 рублей. Вот эти вот желтые, маленькие, у нас 100 рублей. Но их там совсем мало намотано, поэтому взяла огромный. Малярный скотч, тоже большая. Кисточку красить. Что еще? Колер. Будет у нас елка бирюзовая. Вот такая морская волна. 15 номер, не знаю. Какие там кулеры и краску, которая для радиатора. Та, что быстро сохнет. Какая она тут? Ярославские краски. А, по металлу и по дереву высыхает каждый слой марии при температуре 20 градусов 10 минут. Либо 3 часа. Ну, в общем, как бы быстро достаточно высыхает. Поэтому взяла именно ее. 250 рублей, по-моему, она стоит. Баллончик вот этот вот 180 или 190. И фатин красный и белый. Это для еще одной поделки новогодней. В общем, у нас, нам же теперь нужно 3 поделки делать. Поэтому такая вот красота. Так, будем сейчас красить елку. Она выпилена из... Под... Как это? Фартука, в общем, на кухне, который... Вот, сейчас мы ее покрасим. Кисточка новая. Краска тоже. Краску, думаю, что нужно хорошо встряхнуть. И покрасим. Сейчас ее только надо подковырнуть чем-нибудь отверточкой. Я с этой стороны, наверное, тоже ее покрашу. Слушайте, ну елка уже сухая. Не знаю, сколько тут пришло. Но краска воняет просто жесть. Просто ужас какой-то. Так, сейчас еще один слой прокрашу. Потому что, видите, тут куча потеков. Так что, думаю, что нужно обязательно... Кисточка была в пакете, чтобы не задубела. Так, красим еще раз. И опять усохнуть. Да, в квартире таким точно не займешься. Потому что вонищем. Я думаю, что можно с баллончика, да? Но все-таки, мне кажется, что он тоже просвечивает. Не знаю, конечно. Вот так. Вот так. Зайка, может, ты ее на улицу? Что ты чувствуешь? Это аромат? Аромат в елке, Зай. Просто надо это окно открыть. Все же не чувствуется, что тут аромат Нового года. Весь навес. Давай. Еще олененок у нас будет. Так. И вот тут вот. Подмажем немножечко. Такие работы мы делаем без детей. Я уже говорила, да? Потому что украшательством, конечно, мы будем заниматься вместе. Но вот это вот все, конечно, без детей. Потому что это будет просто ужас. Так, все. Все-таки понесу эту елку вывешиваться на улицу. У нас тут достаточно тепло. Так что пусть окне тут выванивается. Так, все, наша будущая елка здесь висит. И потом баллончиком что-нибудь здесь золотое подкрасим. Так, все? Поехали? Все забрали? Я олимпиадник. И я олимпиадник. Олимпиадник? Ну, никак не было. Так, Афоня, там дорога. Давай ручку. Да. До свидания. До свидания. До свидания, ребята. До свидания, Афоня. До свидания. Афоня, до свидания, Афоня. До свидания. Мама, Афоня. Ты уже открыл? Давай тогда маме ключики, хорошо? А я себя оставлю. Ну, садись. Не, Афоня. Алю, ажи, Афоня. Ты вперед сядь. Куда? Пошли. Стой. Так, ну что, рассказываю, показываю, что у нас тут висит. Уже на самом деле все высохло. Все мы это делали на улице. Я взяла трафареты, которые у меня для пряников. Ну, естественно, я их выброшу. Сделала вот такие вот снежинки. Ой. А уже, по-моему, все и готово. Вот. С двух сторон. А, нет, не готово. Еще немножко высохнет. Ну, в общем, с двух сторон снежинки на нашей елке. И золотой. Вообще офигенные. Рога золотого цвета. Я обалдею с них. Это очень круто смотрится. И это вообще краска супер. Я думала, если честно, что будет просвечивать. Но надо было покупать и белую. И не вот эту вот замудренку, а с баллончика. Вот эта фирма. Сержиня Склава, она вся хорошая. 200 рублей почти. Баллончик 190 или 180, не помню. В общем, очень классная. Очень жирненько. И даже нечаянно сюда брызнула. Ну, я думаю, это ничего страшного. В общем, все круто. Это вот сам трафарет, который я выброшу. Потому что, ну, как бы, а куда его уже? Никуда. В пищу его точно не используешь. Хотя, наверное, оставлю для вот таких вот поделочек. Сейчас он высохнет. И все. И он, наверное, останется у меня в шкафу лежать. Именно для улицы. В общем-то, елка почти готова. Здесь у нас будет еще шарик посерединке висеть. А из рога пойдут вот этот вот лося, олени. Ну, вообще, это лось, да? Ну, просто классная сама форма. У нас вот такой вот будет треугольный венчик. Елочек сюда добавим. Еще каких-нибудь игрушек. В общем, что-нибудь. Это будет, и сверху будут вот такие вот рожки золотые. Как будто это домик. Домик лося. Так, а вот папа сейчас нам обматывает. Это утеплитель, да? Для труб. И внутри что? Проволока, скажи. Для туалета. А водок для туалета. Экономия. Для поделки и садика. Ну, в общем, это утеплитель для труб. И там проволока, да? Каркас проволоки. Альматура 12. Да, ты ее собрала руками? Нет. И, в общем, теперь все это обматывается скотиком малярным, чтобы было все-таки не сомнение. Ну, короче, детям поделки. Родители не спали при ночи. Целый день долбались. Целый день долбались. А вы тут едете. А вы тут едете. Так, что, я чай делаю? Да. Григорий пробует кушать пряник с вот этой картинкой. Ну, и как тебе? Она вообще не чувствуется, да? А мне тоже кусаешь первый раз. У тебя что-то дрожат. Я решила, как это доникламирует. Нет, ну а так, когда ты живешь, она же никак не чувствуется? Чуть же. Да? Нет. Не знаю, я ела, она мне вообще никак не чувствуется. Ну, как же я, Никол? Вот. Угу. Давай, вот, давай, вот, давай. Так, тут еще нет. Давай, давай, потихоньку, потихоньку. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, потихоньку. Смотри, это. Обмазь, обмазь. Так, ну что, мы уже собрались. Гляньте, какой у меня свитерок. Это из Фондея. Он, мы его купили тогда, когда ездили за подарками детям. Блин, я, по-моему, что-то забыла. Вот. И он мне очень нравится. Супер, сейчас я разверну камеру. Да, вот такой вот он красивый. Мне он очень понравился. Я обожаю вот этот цвет. Вообще розовый мой любимый. Поэтому круто. Глаза красить не стала. Все так собралась. Волосы немного впереди подвытянула. И поедем. Потому что не хочу коваросить глаза. Потом у меня бывает, когда тушь попадает в глаз, прям начинает колоть сильно. Ну, не колоть, а как-то печь. И все это надо перетерпеть. В общем, какие-то муки невероятные. Поэтому едем без туши. Как клево. Огоньки горят. Как будто елка. А это всего лишь стоп. Все, закрываем ворота и едем. Это. Баба-бабочка. Да, вот это пробочка. Это все на выезд. Все домой с работы. А мы на работу. Так, наконец-то мы в Бау-центр приехали. Потому что еле повернули. Налево. Мы хотим тут сапоги. И папе какие-то еще прожектора надо. Да, Бау-центр сейчас очень красиво блестит. Бау-центр вам понравится. А чашки на Красной площади. Ой, Антош. Не, не знаю. Не, не, а мне белые тешки для калинировки и черные. Угу. Все, не для инвалидов? Не, не, нет. Или все наоборот? Нет. Как выйти? Нормально? Давай я. Сейчас потихоньку подождите. Не выходим. Там с Афониной стороны, наверное, надо будет. Как красиво, да? Это много-много фонариков повесили. А мне хочется такой. Ну, будем работать, папа. Да? Покажи, что мы купили. Сапоги. Шапки три штуки. Нет, это наши. Сапоги Афоньки красные. Антошки зеленые. Гришкины размеров только красные, но Гриша не хочет. Что ты хочешь? А я там мало. Фонарики. Так, пошлите теперь за этими. Папе еще, да, фонарики? Да, да, пошли. Пошли. Так, давай маски посмотрим, да? Маски. Не трогайте ничего. Какой? Нет, трогать только ничего не нужно, Гриш. Какой? Кактус-микс. А мне вот этот вот нравится, как будто зайчик, да? Зайчик на планетане. Ну, а рядом. Ничего не трогаем. А это как будто ежик, посмотри какой. Идем. Пошли, да, папа. Гришки сапоги. Так, может, тут и Афоньки мы не красные возьмем, а? Не, она красные. Красные? А может, зеленые? Нет, просто их все нахуй. У Гришки просто подъем, у него очень вообще сложно. Не, не, она норма, он засунул просто нам. Вот эти, не, вот эти надо просто приклеить потом, чтобы они все... Да, да, да. И они не будут. Так они все... Они просто хорошего качества. Очень хорошо. А ну, пап, попробуй, как нога у него. А ну, пошли, иди. Не, нормально, там вот так. Есть еще место, да? Угу. Все, снимай, дай. Папа, они нам нужны, да? Глянь, какие олени. И елки. Не, в этом отделе в деревянном можно кататься, да, тут народу, мама? Так, мы уже в декатлоне. Чешки Антохи выбрали белые. Ну что, маленькие? Да не маленькие, он... Наступи. Наступи на ногу. Да какие маленькие? Че ты маленький? Маленькие или нет? Тебе нравятся такие? В садик пойдешь качать? Да они не маленькие. Ну, просто в садик, давай. Это ледянки, да? Мне так нравится, написано предназначено для... А, ну здесь уже написано по катанию по снегу, а тут даже не написано. Типа на Кубани никто не знает, для чего предназначены ледянки. Классматовые санки. Маленькие, мероприятия. Так, мы на третьем этаже, где куча мебели. У меня где маска? Да, сейчас Антоша пойдем посмотрим, есть ли маски зайцев. Как, ну погоди, да? Да, еще мне надо костюм у моего Деда Мороза. Ну, ты-то и папинка можешь-то плащик одеть, да? Да. Дед Морозовский папа тебе придарит. На прокат дать, да? Зачем? Он большой на меня. Так, мы уже дома. Я тут доделала поделки. У нас уже, кстати, 12.20. Одна поделка вот такая вот. Мне она очень нравится. Еще одна вообще непонятная, потому что фатина, если честно, не хватило. То есть, эта поделка смотрится круто, когда много-много фатина. Но у нас он в станице стоит аж 170 рублей метр, поэтому я, короче, не такая вот. В общем, непонятно, что волосы как будто от троллей, да? В общем, какая-то такая борода Деда Мороза не очень пышная. И такая, типа, шапка со снежинкой. Ну, не знаю. И вот такой вот с оленем, с нашим треугольник. Типа, домик Деда, домик оленя, лося. Ну, в общем, что-то вот такое вот в этом роде. Вот так вот. Завтра дети все это увидят, они уже спят, потому что мы поздно приехали. Но по-другому никак, все не успеет. Так, все, поделки спят здесь, на кресле. И сейчас тоже тогда пойдем спать уже сержание.